Переломный момент для жителей дома Нарокоссовского случился пару лет назад. Тогда за одну ночь вандалы повредили сразу 16 машин в нескольких дворах района. Почерк преступлений везде одинаковый. Вырванные зеркала заднего вида. Уже утром детали обнаружили на козырьках подъездов. Хулиганов нашли, но на это ушло немало времени и главное нервов. Автомобилисты все как один сошлись во мнении. С камерами их сон станет гораздо спокойней. Теперь под видеонаблюдением весь периметр. Вызвали участкового, было все зафиксировано и за день неоднократно вызовы были. Поэтому и сложилось такое вот предложение о том, что надо устанавливать. В новых микрорайонах даже в подъездах есть и в лифтах. Поцарапанные машины, украденный велосипед, выбитые стекла, квартирная кража или выкопанные розы. Ежегодно камеры позволяют раскрыть свыше двух тысяч дел. К тому же видео и аудиозаписи нередко используются при разрешении конфликтных ситуаций. Наблюдение имеет и серьезный профилактический эффект. Совершить преступление перед объективом практически вынести себе приговор. Лица отчетливо видны на стоп-кадре. Анализ видеонаблюдения дает возможность оперативно устанавливать подозреваемых, а при совершении краж максимально быстро обнаруживать похищенное. В связи с этим хотел бы посоветовать всем жителям города Бобруйска минимизировать риски совершения различного вида правонарушений, установив камеры видеонаблюдения. А здесь на помощь приходит Белтелеком. Только в прошлом году компания установила свыше 33 тысяч устройств по всей стране. В этом уже в два раза больше. Видеоконтроль обеспечивает безопасность как в частном секторе, так и в многоэтажках. Что касается последних, доступ к изображениям в режиме онлайн и к записям, которые хранятся на сервере 30 дней, находится у ЖКХ. Жильцы могут бесплатно получить логин и пароль для просмотра видео по заявке. Сейчас у нас проходит акция на подключение видеоконтроля в частный сектор. Это бесплатно. И стоимость данной услуги в течение трех месяцев тоже вы не платите ничего, а потом 65 копеек в сутки. Многоквартирный сектор стоимость вот одного рубля в месяц. Наблюдения в многоэтажках могут включить и в коммуналку. Такое заявление на днях сделал первый замминистра связи и информатизации. Так в несколько кликов можно будет проверить, кто заходил в дом, присмотреть за машинами на стоянке или играющими детьми. Доступ к камерам у подъезда планируют предоставить всем жильцам. При подключении системы видеоаналитики можно даже проследить, своевременно ли произведена уборка, сделан ремонт или почищен снег. Лет пять назад женщину обидел, что догнали, что грубо говоря наказали. Наоборот, это будет хорошо сказываться. Главное, чтобы люди не жали деньги на эти камеры, потому что мы покупали тоже за свой счет. Слаживались всем, ну, пять подъездов и покупали. Каждый подъезд по камере. Когда молодежь сидит, выпивает, курит, вот это все, они же за собой не убирают, правильно, они пришли, посидели, все, покидали и ушли. Как бы надо так, чтобы, ну, как-то был контроль. В подъезде, да, у нас есть, мы можем спокойно, велосипеды оставить, самокаты, то есть мы не переживаем. Под наблюдением находящиеся, как бы люди более будут ответственно относиться. Когда заходить, будут думать о том, что делают. Когда машину повредили ночью, на камере было найдено машину, которая повредила. Сейчас вообще понимают, вот они стоят, сразу все тихо стало, мирно и никаких вопросов. Камера, все это очень даже удобно, выгодно и нужно. Видеонаблюдение в общественных местах – это мировой опыт. В топ-3 стран, которые лидируют по количеству установленных камер, входят Китай, США и Россия. В 21 веке устройства стали привычным делом в торговых центрах, школах, ресторанах, больницах, на станциях метро, главных улицах и выездах из города. А уровень преступности снизился как минимум наполовину. Мария Бересневич, Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруськ, 360.